Всем добрый день! Продолжается серия прямых эфиров, посвященная приемной кампании в Казанский Федеральный Университет 2023 года. Это КФУ Лайф и его ведущий Роман Принсков. Сегодня у нас в гостях вновь Институт геологии и нефтегазовых технологий. Но на этот раз у нас спикеры немножечко поменялись. Сегодня на все вопросы у нас будет отвечать Михаил Алексеевич Варфоломеев, заведующий кафедрой разработки трудноизвлекаемых углеводородов. Михаил Алексеевич, вам добрый день! Добрый день! Поговорим, скорее всего, видимо, о вашей кафедре, потому что в начале нашего сезона и Денис Карлович, и Андрей Анатольевич рассказали в общих чертах об Институте геологии. Давайте, наверное, сегодня про кафедру больше, которую вы заведуете. Да, про то направление, которое реализуется нашей кафедрой. Это направление нефтегазовое дело. Значит, у нас есть программа бакалавариата по разработке месторождений и есть программа магистратуры, где у нас тоже несколько направлений реализуется. Сегодня по магистратуре у нас есть программы по моделированию. Это очень важно сегодня в нефтегазовой сфере. Идет цифровизация, внедрение различных новых софтов для того, чтобы облегчить добычу нефти, сделать ее более предсказуемой. Поэтому сегодня мы тоже реализуем такую магистрскую программу. Кроме этого, у нас есть программы на английском языке, есть международные программы. И буквально недавно у нас началась реализация совместной магистрской программы с компанией «Газпромнефть» тоже по такому очень важному направлению, как пластовые флюиды. Это направление очень важно для того, чтобы посчитать, сколько же нефти есть на месторождении, значит, как ее наиболее эффективно добывать. И это мы реализуем тоже с участием специалистов этой компании. Ну и в целом институте, кроме нефтегазового дела, еще реализуется направление геология. На бакалавариате тоже у нас несколько программ, тоже туда приглашаем учебу. Хочу сказать, что у нас по нефтегазовому делу 70 бюджетных мест на бакалавариат и 100 мест на направление геология. И в магистратуру тоже у нас достаточно большое количество бюджетных мест, и здесь мы тоже ждем наших ребят. Хочу сказать, что для того, чтобы поступить на бакалавариат, у нас сейчас есть более широкие возможности. То есть понятно, что ребятам нужно обязательно сдавать русский и математику, а вот третий экзамен они уже могут, так сказать, выбрать на свой вкус. Здесь есть варианты между физикой, химией и информатикой. Это по направлению нефтегазовое дело и плюс еще география. Это в случае направления геологии. Давайте подробнее поговорим о направлении разработка трудноизвлекаемых углеводородов. Учебный план, учебный процесс, как он происходит? Да, у нас очень такой практикоориентированный процесс обучения. Ребята проходят несколько практик, производственные практики, ознакомительные практики. То есть они имеют возможность непосредственно посетить нефтяные месторождения, посмотреть, как идет процесс добычи, подготовки нефти, ее первичной переработки, ознакомиться вообще с историей развития индустрии. И есть еще возможность прямо поработать на месторождении. Но это не значит, что нужно будет непосредственно на скважине что-то делать. Там уже есть различные возможности. Можно это делать из офиса. То есть сегодня, как я уже сказал, очень сильно внедрена цифровая система в нефтегазодобычу. И можно, находясь в офисе в Москве, либо в Казани, либо в Альметьевске, либо в другом городе, где находится нефтегазовая компания, управлять добычей, смотреть за этими процессами. И такие возможности у наших студентов, конечно, есть. Но еще отмечу, что вот эти практики, есть возможность их пройти в самых ведущих компаниях. Это Татнефть, в первую очередь, поскольку она находится в нашей республике. А также на предприятиях Роснефти, Газпромнефтин, Новотека, Сургутнефтегаза, Лукоила и многих других российских компаний. То есть у нас с ними заключены договора на прохождение практики. Наши студенты могут этим воспользоваться. И плюс, конечно, в образовательном процессе у нас принимают участие ведущие специалисты, читают лекции самые, так сказать, известные ученые в этой сфере. И даже вот хочу отметить, один из наших коллег буквально небольшое время назад удостроился премии президента для молодых ученых, как раз который ведет занятия также для наших бакалавров и магистров. То есть вот такой уровень у нас профессорского, преподавательского состава. Но все-таки больше про лекции хочется узнать, про практикам. По практикам мы еще проговорим. Вот сами лекции, сами занятия, как они происходят? Как человек интегрируется в этот мир геологии и нефтегазовых технологий? О чем там рассказывают? Ну, во-первых, рассказывают, конечно, о том, как вообще ищут месторождения, как, значит, оценивают запасы этих месторождений, как дальше бурят скважины, добывают нефть и ее подготавливают. Сегодня, на самом деле, многие говорят о нефтегазовой индустрии, что вот есть такое мнение, что она, так сказать, немножко идет на спад. На самом деле не так. Даже несмотря на все сложности 2022 года, объемы добычи в России выросли. То есть предварительно за 2022 год Россия добыла более 535 миллионов тонн нефти, что на несколько, так сказать, миллионов тонн больше, чем в 2021 году. То есть это действительно развивающаяся сфера. Она очень привлекательная и тоже хотел бы сказать, что достаточно высокий уровень, так сказать, заработной платы у специалистов, которые заканчивают. И вот чтобы они очень, так сказать, гармонично влились в профессию, мы вот рассматриваем, начинаем вообще с общего введения в нефтегазовую индустрию, с того, откуда все это начинается, с геологии. Даем основы именно того, что такое нефтяной пласт, как, в каком виде там существует нефть. Многие думают, что там у нас реки, озера, на самом деле не так. Там достаточно такая сложная система, где нефть находится в очень маленьких порах, и оттуда ее надо добывать, и это не всегда просто. И, конечно, для этого нужны специальные технологии и специалисты, которые могут этими процессами управлять. И дальше уже на более старших курсах мы углубляемся в детали. У нас есть семинары, практики, лекции. Есть основы как раз процессов моделирования, где ребята знакомятся с работой на, значит, софте, который позволяет моделировать те процессы, которые протекают там на месторождении, начиная там с глубины 100 метров, и некоторые месторождения находятся на глубине до 5 километров. И вот эти основы мы им даем, как все это моделировать, как смотреть, что там происходит. А по выбору места практики, куда студенты в основном хотят пойти? В вашем направлении? Да, студенты, конечно, хотят непосредственно попробовать себя на производстве, то есть там, где у нас ведется добыча нефти. И здесь у них очень большой выбор с точки зрения Казанского федерального университета. Еще раз повторюсь, у нас есть договора на прохождение практики со всеми ведущими нефтегазовыми компаниями. Причем есть ребята, которые проходят в сервисных компаниях, в добывающих компаниях, которые добывают газ или нефт. То есть, в принципе, очень большие широкие возможности для практики. И практика может происходить там, начиная от Краснодарского края, заканчивая там Ямалом и такими разными удаленными месторождениями. Но там на самом деле очень интересно пройти именно и получить компетенции, потому что это самые такие крупные проекты сегодня, они находятся там. Там, пусть и месторождение приразломное, которое добывает нефть на шельфе. Туда ездят наши ребята. Либо могут поехать здесь не так далеко на предприятие Татнефти. То есть, там тоже очень много возможностей для практики. Тоже уникальные проекты, там по добыче тяжелой нефти. И очень много таких тоже интересных передовых проектов ведется компания Татнефти. Ну, а все-таки при выборе места практики есть, например, какие-то пожелания относительно, может быть, климата или сложности самой добычи? Потому что, насколько я знаю, вот у нас Туапсинский район, Роснег, по-моему, она из моря там выкачивает. Я помню, когда еще сам там жил рядышком с этим районом, когда в море нашли, все так радовались дико. Либо же кто-то в Тюменскую область, например, хочет. Пока Татарстан не рассматриваем, то есть другие регионы. Да, другие регионы, еще раз говорю, много ребят, допустим, у нас проходит практику в Сургутнефтегазе. То есть, это, соответственно, ХМАО, Хантамансический автономный округ. В Тюмени, да, в Тюмени тоже очень много компаний работает. И туда ездят. Я говорю, очень широкий горизонт. И есть очень интересные места, как вы сказали, на шельфе. Там ведется добыча на севере, там такие сложные условия, но там очень технологичные проекты. То есть, там можно ознакомиться с самыми такими передовыми оборудованием, методами добычи. Это вот туда. Ну, также можно, допустим, на Каспийское море там пройти практику. Там добывает компания Лукоил на шельфе. То есть, есть такие возможности. И ребята уже сами для себя как бы выбирают, что им наиболее интересно. И дальше уже принимают решение. А может, вы знаете, с какими мыслями приходят ребята учиться в ваш институт? Что они хотят по истечении 4-6 лет? Ну, приходят они все с разными мыслями. Кто-то хочет стать генеральным директором нефтяной компании. Ну, в принципе, очень хорошее, интересное желание. Потому что действительно очень такие амбициозные проекты реализуются в этой сфере. Крупные проекты. И там, на самом деле, если посмотреть историю многих генеральных директоров, они все начинают там, все имеют профильное образование. Все начинали тоже там обычными специалистами. И доросли вот до таких высот. И как бы управляют крупными компаниями. В принципе, такие амбиции можно себе ставить. Но для этого, конечно, нужно и хорошо учиться, и дальше себя активно проявлять на проектах, на месторождениях. Как реализовывать их успешно. А так, ребята приходят с мыслями не только идти в добывающие компании. Некоторые идут в сервисные компании. Есть такие, кто открывает какие-то свои новые, так сказать, стартапы. И реализует те компетенции, наработки, которые были получены в университете. И потом уже, так сказать, двигает свой бизнес. Такие тоже возможности сегодня есть у наших выпускников. Еще раз повторюсь, нефтегазовая индустрия очень технологичная. Она там дает очень серьезный импульс для бюджета. И кроме самой добычи нефти, вокруг нее очень много индустрий, связанных с ней. И тут тоже можно и найти работу, и даже запустить какие-то свои небольшие компании, которые помогут более эффективно искать, добывать нефть, увеличивать нефтеотдачу. Проговорим про иностранных студентов, да и вообще коммуникацию с иностранными компаниями по добыче нефти и газа, да и просто с иностранцами. Потому что на многих мероприятиях мы помним, что Данис Карлович любит погружать иностранных гостей в быт и досуг Казанского федерального университета. С какими странами Казанский федеральный университет сотрудничает, в каких отношениях, какие развития уже, может быть, добились? Да, у нас на этом направлении учится достаточно много иностранных студентов. Действительно, ну, с чем это связано? С тем, что уровень образования, который дается в Казанском университете, достаточно высокий. И это можно подтвердить и российскими рейтингами вузов, где мы всегда занимаем ведущие позиции по нефтегазовой сфере, по геологии, но и также международными рейтингами. Уже несколько лет подряд наш университет входит в топ-100 университетов мира по направлению петролем инжиниринг, и как его на русском языке как раз называют нефтегазовое инженерие, нефтегазовое дело. И это все приводит к тому, что очень много ребят к нам приезжает учиться. Здесь мы взаимодействуем активно и с университетами, и с некоторыми компаниями зарубежными. Можно, например, привести с Кубой. У нас целая группа магистров обучались и планируют обучаться по направлению нефтегазовое дело. То есть они приезжают к нам, причем это действующие специалисты, они отрываются от производства, чтобы на два года погрузиться, получить новые компетенции, вернуться в компанию и дальше ее развивать. Также можно, например, привести взаимодействие с Ближним Востоком. Там тоже сейчас у нас выстраивается взаимодействие с рядом университетов и компаний. Наши ребята, иностранные студенты, там успешно проходят практику. Там же в Ираке, в Курдистане. То есть, в принципе, все это для них доступно, и они этим пользуются. Идет взаимодействие с Китаем. Тоже, значит, у нас есть обменные программы с китайскими университетами. И реализуются проекты с китайскими нефтяными компаниями. В принципе, мы, так сказать, поддерживаем это взаимодействие. Оно очень важно для того, чтобы к нам приходили таланты. И тоже вот те знания и компетенции, которыми обладает Казанский университет, они распространялись по всему миру. А вот в связи с последними новостями, не отпугивает ли абитуриентов нефтегазовое дело? То, что вот потолка цен на нефть, на газ. Как они на это реагируют, например? Ну, еще раз тоже уже озвучил сегодня. Несмотря на все сложности, которые были в 2022 году, объемы добычи в России выросли. То есть, это говорит о том, что наши ресурсы, они востребованы. И можно даже посмотреть отчеты нефтегазовых компаний с точки зрения их доходов. Они тоже не упали. И это говорит о том, что отрасль, несмотря на все сложности, она развивается, она перспективна. Ну, в любом случае, нефть – это основа топлива, это основа многих материалов, многих индустрий. И газ тоже. Да, где-то, так сказать, снижается спрос, где-то он повышается. И, ну, надо на это, так сказать, смотреть на перспективу. Все прогнозы говорят о том, что до середины 21 века нефть и газ останутся главными источниками топлива. Ну, и дальше их роль также будет первоочередной. Пока еще, так сказать, других альтернатив у мира нет. Конечно, к этому надо стремиться. Мы понимаем, что возобновляемые источники будут развиваться. Но вот так вот по щелчку такого перехода не происходит. Мы там тоже вот в пример приводим. Промышленную добычу нефти начали там в конце 19 века. Тогда, в то время, когда это начинали, основным топливом был уголь. Но вот прошло уже там больше 100-150 лет. Уголь сегодня там на втором-третьем месте по потреблению как энергоноситель. Вот за 150 лет вот такое произошло изменение, что нефть вышла на первое место, а уголь там тогда с первого места, он сейчас на втором-третьем, в зависимости от того, про какие страны мы ведем речь. Поэтому нефтегазовая индустрия, она очень привлекательна, она очень востребована с точки зрения специалистов различных областей. Я даже скажу о том, что к нам в магистратуру поступают не только те, кто до этого в бакалавриате учился на нефтегазовом деле или на геологии, а приходят ребята и с базовым бакалавриатом, с физики, химии, с математики, потому что, да, они получают свои фундаментальные знания там, и потом, чтобы найти себе уже специальность, именно приходят сюда, потому что такие специалисты очень востребованы, то есть которые хорошо знают там IT, информационные технологии, математику, физику, химию, плюс прикладную часть нефтегазовое дело. Это все выдает им тоже очень хороший импульс в их карьере. Поэтому здесь это направление очень перспективно для многих студентов, не только для тех, кто сейчас учится на нефтегазовом деле, но и на других специальностях. Подытоживая эту тему, можно, наверное, с уверенностью сказать, что наши специалисты голодными не останутся, найдутся другие клиенты, кто возьмет то, что мы добываем. Да, да, можно посмотреть, да, переориентацию, да, наши сегодня компании больше работают с Азией, с Востоком, то есть туда пошли основные поставки сырья. Плюс у нас еще сейчас смотрят на более глубокую переработку, то есть тоже в этом направлении работают, чтобы больше сырья здесь перерабатывалось в стране, получались продукты с более высокой добавленной стоимостью, которые востребованы и внутри страны, и за ее пределами. Поэтому здесь как бы такие перспективы, такие перспективы, что нефтегазовая индустрия будет дальше развиваться. Хочется даже привести банальный пример с апельсином, когда другу предлагаешь, будешь, он говорит, нет, ты ему вот спасибо, что отказался, мне больше достанется. Да, точно. Давайте по иностранным студентам еще немного поговорим, как проходит у них процесс поступления в Казанский федеральный университет, когда нужно подавать документы, с кем связываться. Ну, значит, здесь есть несколько путей, да, у нас есть несколько, так сказать, входных путей для иностранных студентов, есть Open Doors, есть глобальное образование, есть еще несколько, так сказать, есть по линии Россотрудничества возможности для поступления на бюджетные, ну, так сказать, места, которые компенсируются оплатой, которая различными, так сказать, фондами, да, ну, скажу, наверное, так, да. Есть возможность поступить на контракт, значит, и учиться на контракте, значит, они сдают все те же самые экзамены, что и абитуриенты из России, значит, если они поступают на контракт, есть там возможности по, значит, сдаче экзаменов в своих странах, есть возможность написания олимпиады, допустим, сейчас наши сотрудники находятся как раз в Иране, там пишут они олимпиаду по нефтегазовому делу, и как раз у них будет возможность там использовать эти результаты, так сказать, тоже зачислять их с точки зрения как экзамены по вступительной экзамены, поэтому возможности много. Все делается для иностранных студентов департаментом внешних связей, то есть первый шаг, первая точка входа – это через департамент внешних связей. Есть специальные, значит, адреса на сайте университета, есть несколько тоже каналов входа и через сайт нашего университета, через сайт Study in Russia, ну, и, так сказать, очень много этих возможностей. И, кроме этого, мы, конечно, тоже распространяем информацию в различных социальных сетях о наших программах, где они могут получить информацию, и плюс для иностранных абитуриентов есть несколько возможностей. Те из них, кто изучает русский язык или планирует изучать, могут поступить на русскоязычные программы. Кроме русскоязычных программ у нас есть несколько англоязычных программ и по направлению нефтегазовое дело, и по направлению, значит, геологии, поэтому они могут и на английском учиться, если у них есть такое желание. И плюс еще тоже с этого года мы ввели возможность прохождения программы с дистанционным обучением, то есть это получается, что часть курсов ребята могут пройти дистанционно, и это тоже некие возможности, если там есть проблемы с визами, иногда там долго они оформляются, если еще что-то, они могут воспользоваться этой возможностью и, соответственно, обучаться на наших программах в таком формате. То есть мы предоставляем максимально, так сказать, удобные условия для наших иностранных студентов для поступления. Заочное деление существует на вашем направлении? Значит, у нас есть возможность такой смешанной формы, да, тоже очно-заочной формы, есть такая возможность для, значит, студентов бакалавриата, и плюс еще у нас есть возможность индивидуальных траекторий, где тоже мы с нашими студентами, в случае там, если они задействованы в каких-то производственных процессах, то есть для тех, кто работает в компаниях, можно выстроить индивидуальную траекторию, чтобы им тоже было удобно и осваивать все компетенции в соответствии с учебным планом и там решать свои какие-то производственные задачи. А какие есть возможности у школьников до поступления еще в лица в этот мир геологии и нефтегазовой технологии? Есть ли какие-нибудь конференции специально для них? Ну вот даже сейчас хотел бы сказать, вот мои коллеги сегодня, там, заместитель директора Терехи, он, наверное, точно находится сегодня в школах, в школах Альметьевска как раз там рассказывает о наших программах, о том, какие есть достижения в нефтегазовой сфере геологии, то есть все это вот мы делаем параллельно, очень активно взаимодействуем со школьниками. Есть олимпиады, которые проводятся по республиканской геологической олимпиаде, значит, проводятся различные дни открытых дверей, и вот я хотел бы всех, значит, кто нас слушает, пригласить на день открытых дверей, на очный день открытых дверей, 26 февраля к нам в Институт геологии и нефтегазовых технологий на Кремлевскую 4.0.5. Для вас там предусмотрена очень интересная программа, вы все узнаете о том, как происходит учеба, и в целом узнаете, что делается в Институте геологии, посмотрите уникальные лаборатории, научные центры, и это, я думаю, будет очень полезно для вас, чтобы принять решение о том, где дальше учиться. Андрею Анатольевичу передаем большой привет. Не зря, наверное, Альметьевск выбрал, это же центр нефтяной индустрии Татарстана. Точно, да. Не зря там хоккейный клуб еще даже, нефтяник называется. Поговорим про научные движения, где студенты могут себя проявлять по ходу учебы, какие конференции может ходить, где может заявляться, где может о себе говорить, чтобы повторить путь вашего коллеги и из рук Владимира Анатольевича получить награду за достижения, как молодой ученый. Да, на самом деле мы стараемся студентов подхватить на ранних стадиях, то есть тех, кто заинтересован заниматься проектами, научной деятельностью. И у нас есть такие возможности. Ряд из наших студентов трудоустраиваются научными сотрудниками-инженерами и работают в проектах. Допустим, на базе Института геологии и нефтегазовых технологий существует научный центр мирового уровня. Это головной центр страны в области как раз нефтегазовой сферы. И вместе с Казанским университетом в этом центре работают еще три университета. Это Уфимский нефтяной, Губкинский университет и Сколковский институт науки и технологий. Вот такой большой консорциум, так сказать, где Казанский университет головной существует, и в его работе тоже участвуют наши молодые коллеги. Плюс у нас есть большое количество проектов с индустрией, и мы там тоже в них привлекаем молодых специалистов. То есть ребята уже еще, будучи студентами, могут влиться в реальные проекты, получить самые такие передовые компетенции в области новых технологий для нефтедобычи, для геологии, так сказать, и вот это все совместить с учебой. Плюс у нас есть еще возможности поддержать студентов в их научной сфере специальными стипендиями. Здесь есть специальные стипендии и от коллег из Газпромнефти, из Роснефти, то есть из других компаний, которые вот тоже поддерживают талантливых ребят, занимающихся наукой, и там как минимум пожать руку руководителю компании, они смогут, еще будучи на студенческой скамье, получить от них, значит, вот эти специальные стипендии. И мы еще организовываем очень много практических конференций, буквально вот тоже у нас в ближайшее время пройдет международная студенческая конференция для как раз студентов, учащихся по направлению геологии «Нефтегазовое дело», тоже всех приглашаем принять участие в качестве выступающих, либо просто в качестве слушателей, увидеть передовые достижения наших молодых коллег, либо самим поделиться своим практическим опытом. То есть действительно студенческая жизнь очень насыщенная, очень много возможностей, плюс мы также поддерживаем ребят, которые хотят участвовать в конференциях не только в Казани, но и за пределами нашей республики. Есть специальные программы поддержки, которые тоже, опять-таки, тема ребят, кто задействован в научно-исследовательской проектной деятельности, поехать в другие университеты, в другие города, выступить там с конференцией тоже. Мы получаем очень много наград, всегда наши студенты достойно представляют Казанский университет, всегда наши доклады их очень, так сказать, высоко ценят, и, значит, всегда к ним такое очень трепетное отношение, потому что это очень интересно нашим коллегам из других регионов и вузов. Насколько я знаю, вы же сами тоже раньше занимались как раз-таки научными проектами, представляли Казанский федеральный университет везде, где можно. Вот расскажите о своем пути как раз-таки. Как вас принимали, какая перед вами была аудитория, какие дискуссии, может быть, после заслушивания ваших работ были? Да, тоже всегда активно участвовал в конференциях, в научных проектах, и это мне очень большую пользу тоже приносило, поскольку, с одной стороны, можно представить свои работы, поделиться своим опытом, с другой стороны, услышать обратную связь, какие-то, так сказать, предложения, значит, куда можно это дальше применить, либо как это можно развивать. И плюс вот эти вот мероприятия дали возможность запуску новых проектов. Там, после каждой конференции приезжаешь уже с новыми идеями, с новыми замыслами, и вот запускаем какие-то новые исследования, активно взаимодействуем с вузами нашей страны, с нашими компаниями. И вот эти, конечно, мероприятия дают такой очень серьезный толчок для дальнейшего развития научно-исследовательской сферы. Ну и, конечно, еще раз хочу отметить, вообще научная сфера сегодня очень актуальна. Не зря у нас принято, значит, постановление президента о проведении десятилетий науки и технологий. То есть это еще раз подчеркивает то, что это очень важно для страны, это очень актуальная тема, это наука, технологии. И, конечно, здесь очень ждут молодых талантов, поэтому всем, кто еще, так сказать, только начинает свой образовательный процесс, тоже сразу посмотрите на эту сферу. Она действительно очень интересная. Сегодня государство очень поддерживает очень много проектов, грантов для молодых ученых, президентских грантов, плюс очень много индустрии тоже сегодня обращается в вузы со своими вызовами, и тут можно действительно решать какие-то очень такие практические задачи и потом похвастаться, что вот сделал то-то, помог в этом-то, и, конечно, тоже и, значит, развитие своих компетенций, определенный карьерный путь, ну и плюс как-то тоже реализация себя как специалиста. По техническому оснащению хочется еще узнать, что есть для студентов в вашем институте и как сильно, например, помогают те программы президентские, республиканские относительно развития наших вузов, то, что приоритетные направления в цели 2030, может быть, еще что-то новое у нас готовится к развитию наших институтов и нашей науки в целом. Да, значит, инфраструктура университета очень серьезная, то есть очень много уникальных установок, даже могу вам сказать, есть одна, которая внесена в список уникальных установок, уникальных научных установок Российской Федерации, туда внесены наши системы Курчатовского института, синхротроны и так далее, и плюс вот наша установка, которая создана руками наших специалистов, на ней можно моделировать те процессы, которые протекают под землей на глубине 3-4 километра, и все это воспроизводить и давать определенные новые решения либо рекомендации для нефтяных компаний. И таких установок у нас достаточно много, и в области разработки месторождения, в области исследования нефти, в области геохимии тоже есть уникальный центр с очень таким передовым оборудованием, которое тоже в России находится в единичном экземпляре. И, конечно, будучи студентами, наши ребята могут там выполнять свои научные работы, и не то, что могут, мы их активно к этому привлекаем, то есть они могут прямо непосредственно с нашими коллегами более опытными работать на таком вот передовом оборудовании. Значит, есть несколько проектов как раз в области приоритет 2030, эти проекты связаны с экологичными методами, то есть здесь мы делаем акцент на исследование новых методов получения водорода прямо из нефтяных пластов и газовых пластов, да, это новые технологии утилизации парниковых газов, которые, кроме того, что мы снижаем вот эти углеродные следы, мы еще с помощью закачки углекислого газа повышаем нефтеотдачу. В этом направлении у нас очень много интересного. И как раз вот то направление, за которое дали премию президента, это вот тоже уникальное направление Казанского университета, где фактически уже под землей мы начинаем частично перерабатывать нефть. Это очень актуально для месторождения тяжелой нефти. Здесь в России лидером по запасам этой нефти является Татарстан. У нас там более 5 миллиардов тонн таких запасов. И, конечно, здесь очень важны такие решения. И вот как раз у нас есть грант российского научного фонда на создание лаборатории мирового уровня, которые мы как раз выполняем по этому направлению. И здесь тоже активно очень работаем с нашими компаниями. Это Стать нефтью, это Зарубеж нефти, это РИТЕК. То есть те компании, которые вот эти технологии уже у себя применяют на месторождениях. Вообще про научную сферу и про лабораторию я хочу сказать то, что вот в стенах Института геологии и нефтегазовых технологий мы работаем не только над какими-то фундаментальными задачами, но и стараемся все, что наши ученые изобретают, придумывают, внедрить в практику. И поэтому действительно Институт геологии является лидером по реализации проектов для реального сектора экономики. Примерно каждый год в районе 100 проектов мы выполняем. И результаты их уже приносят действительно реальные результаты, ощутимые результаты с точки зрения увеличения нефтеотдачи, поиска новых месторождений, решения каких-то других проблем, которые существуют перед индустрией. То есть можно с уверенностью сказать, что оборудование то, которое есть в Институте геологии и нефтегазовых технологий, оно не стоит просто так, инвентарный номер написали и все, не трогай. То есть наоборот, вы привлекаете студентов, то что работай пожалуйста за этой машиной и приноси что-то новое в общество наше. Да, и студенты, и аспиранты, молодые ученые, для них предоставляется такая возможность и оборудование действительно работает на полную. Даже вот каждый год мы делаем разрешение на круглосуточную работа на этом оборудовании. То есть действительно видно, насколько оно востребовано. Замечательно. Совсем немного времени у нас остается до конца прямого эфира. Пару вопросов еще остается. Заговорили про работу и вопрос следующий. Возможно ли совмещать учебу с работой? Это больше к бакалаврам вопрос относится. Ну здесь конечно все зависит от человека. Если человек успевает и учиться, и работать, конечно можно. Но здесь мы как раз стараемся пойти на встречу студентам таким образом, что мы тех, кто хорошо учится, тех, кто так сказать хочет дальше развиваться, мы им предоставляем возможность работать прямо в институте, работать в проектах. Поэтому мне кажется вот это самая такая перспективная траектория. Грантовая поддержка? Грантовая поддержка и трудовой стаж там растет, трудовая книжка. Да, да, да. И финансовая какая-то тоже приятно молодым людям уже, так сказать, будучи студентами, как материально себя обеспечивать, работая в университете, либо работая в проектах. Поэтому мы, конечно, для тех, кто хорошо учится, предоставляем такую возможность, если у них есть интерес, привлекаем их в проект и задействуем вот в этой деятельности. Насчет работы в других местах, ну, тут, конечно, надо смотреть. Это уже, опять-таки, зависит от человека. Если он успевает, значит, все это делать, то, конечно, может себе это позволить. И плюс для студентов магистратуры, я хотел бы отметить, у нас есть возможность обучения по индивидуальному плану, где мы тоже, они могут совмещать учебу и работу, но в данном случае работа именно по специальности, по которой, значит, он учится. То есть мы понимаем, что, может быть, у него аудиторная работа там меньше, больше самостоятельная работа, но при этом она происходит там, где у нас идет непосредственно производственный процесс, связанный с нефтегазовой индустрией. А насколько хорошо надо учиться? Вот, то есть как проходит отбор в таком случае? То есть есть какие-то критерии, вот у тебя обязательно по вот этим предметам должны быть такие-то баллы, или же наоборот, те ребята, которые занимаются уже над проектом, смотрят на потенциального кандидата, понимают, что да, вот по этому предмету у тебя немного грустно, но по остальным хорошо, все равно возьмем. Как это происходит? Ну, происходит на самом деле по-разному. Да, конечно, смотрим на учебу. Было понятно, что если у человека там есть задолженности и так далее, как-то, ну, немножко сложно, наверное, таких людей привлекать в проекты, а так у нас нет такого времени, что вот надо, чтобы были все оценки отличные, и вот тогда ты можешь заниматься наукой. Главное, чтобы ребята успевали, да, как бы получать знания, сдавать все экзамены на положительные оценки в срок, и, конечно, тогда мы уже там смотрим, исходя из их потенциала, да, есть проекты, которые больше ориентированы на, допустим, цифровые решения, на моделирование, там, конечно, мы понимаем, что нужно иметь хорошие баллы там по, кроме, так сказать, специальности, еще по направлению, связанное с моделированием, с математикой. Если мы говорим про там уже технологии разработки, повышение нефтеодачи, здесь понятно, что нужно, чтобы базовую дисциплину человека были, оценки были по ним хорошие, то есть, значит, он в них разбирается. Ну, то есть, идет такой индивидуальный подход. Индивидуальный подход, да, мы, во-первых, кого-то приглашаем сами, кто-то сам, так сказать, изъявляет желание, говорит, что вот я уже вот понял, что я учусь, значит, все хорошо, я хотел бы дальше еще развиваться в сфере реализации проектов, либо вот какой-то научно-исследовательской деятельности, и, так сказать, курсами в разных направлениях мы так формируем вот эту команду студентов, которые участвуют в проекте. Поговорим о магистратуре, какие вступительные экзамены нужно сдавать в магистратуру, и есть ли подготовительные курсы для поступающих из другого института? Дополню еще, кстати, последний вопрос, вот говорите, то, что с математики, с физики, с химией, с компьютерного дела идут к вам в институт, а с филологией, например, там журфака, есть возможность перейти? Ну, там есть определенные, как бы, да, возможности, есть определенные ограничения, то есть это надо детально смотреть на каждую магистрскую программу, они у нас очень разные, у нас очень много, то есть там более 10 магистрских программ реализуется институтом по разным сферам, и там нужно же смотреть, везде там немножко свои, так сказать, требования, да, соответственно, к поступающим, разные профильные экзамены, то есть обычно, значит, у нас есть два пути, значит, первый путь на ряд программ у нас, значит, собеседование, то есть по результатам собеседования принимают, и ряд программ у нас проходит тестирование, значит, а есть там, где и тестирование, и собеседование, то есть, в принципе, а тестирование проводится по направлению этой магистрской программы. Вот на примере программы, связанной с разработкой, с нефтегазовым делом, хочу отметить, что у нас вступительный экзамен выстроен так, что мы как раз не делаем только, чтобы знать свою специальность нефтегазовую, и ты по ней поступаешь, и все. У нас выстроено это тестирование таким образом, что там есть вопросы по математике, по физике, по специальности, то есть люди, которые приходят как раз с других направлений, они своими базовыми знаниями после бакалавриата могут эти задачки решать, отвечать на эти вопросы, плюс все это у нас выложено, все программы экзаменов тоже есть на сайте, можно заранее посмотреть, подготовиться, есть примеры, как выглядят эти задачи. Поэтому я думаю, что для тех, кто себе поставил цель поступить на нефтегазовое дело, я думаю, они это смогут сделать, с учетом еще того, что у нас есть, еще раз повторюсь, порядка 30, но если быть точным, 29 мест на нефтегазовое дело и 70 мест на направление геологии. Там чуть побольше, потому что там есть подразделение, под направление, это геофизика, гидрогеология, геология нефтегаза, поэтому там бюджетных мест немного побольше, потому что больше под направлений. А на нефтегазовое дело 29 бюджетных мест и можно, значит, обучаться. И плюс мы еще, кроме вот этого, еще реализуем ряд целевых программ, какие-то новые программы открываются, какие-то закрываются. Это когда компании оплачивают обучение и дают гранты нашим студентам, такое мы тоже практикуем. Такие программы мы реализовывали с Газпром нефтью, сейчас есть программы с Роснефтью, да, реализовывали такие целевые программы, с ТНГ групп, значит, с другими нашими партнерами. Сейчас вот с Газпром нефтью начали, тоже они, значит, поддерживают ряд студентов, которые обучаются на определенных направлениях. Наука это, конечно, очень хорошо, учеба тоже, но давайте под конец эфира поговорим о других деятельностях, где студенты могут проводить свой досуг, чем в основном занимается институт геологии. Ну, здесь тоже все возможности предоставлены, как вообще хочу сказать, что для всех направлений Казанского университета очень такая живая, такая творческая социальная жизнь, есть возможности. И вот всем тем, чем обладает Казанский университет, могут воспользоваться наши студенты, очень много разных кружков студенческих клубов по всем этим направлениям, наши ребята тоже там активно участвуют. У нас есть сообщество инженеров-нефтяников, которые тоже активно ребята могут принимать участие, там не только научная деятельность, там много других аспектов затрагиваются. Есть спортклуб у нас, есть там своя газета, свой журнал, поэтому вот если есть какой-то интерес еще к развитию этих видов деятельности, все это предоставляется. Мы проводим там праздник иностранных студентов, где там ребята из разных стран тоже знакомятся со своей культурой, много культурно-массовых мероприятий. То есть ребята с точки зрения выбора и возможностей точно не будут обделены. Ну, Казанский университет один из ведущих университетов России и мира и здесь как раз идея, чтобы наши ребята стали не только ведущими специалистами, но и просто счастливыми и успешными людьми. Мы это все делаем. Куда же без слов Денис Карловичу Нургалиева в конце. Что ж, Михаил Алексеевич, большое спасибо, что пришли к нам на программу. Ну, пару слов еще можно сказать абитуриентам, пожелания перед выбором, куда отправлять документы. Конечно, рекомендуем вам внимательно посмотреть на возможности поступления на направление нефтегазовое дело и геология. И чтобы как раз с ними еще более, так сказать, плотно познакомиться, действительно на 100% убедиться, что это очень перспективно и интересно, приглашаем вас 26 февраля к нам на день открытых дверей, где вы уже увидите воочию и вот оборудование, инфраструктуру наших преподавателей. И уже точно, так сказать, выберите это направление как для себя, для своих детей и будете дальше развивать нефтегазовую отрасль, которая сегодня очень важна для развития и нашей страны, и мира в целом. И будете становиться счастливыми и успешными. Успешными, это точно. Что ж, большое спасибо еще раз, Михаил Алексеевич, что пришли к нам на программу. По науке, по досугу, по учебе, на самом деле, очень мало, что мы сегодня затронули. Еще будут эфиры и еще обязательно с вами поговорим и с вашими коллегами тоже. Спасибо, всего доброго, успехов и удачи. Это был КФУ Лайф для Института геологии и нефтегазовой технологии. Еще увидимся, до скорых встреч, пока. Субтитры подогнал «Симон»